Здравствуйте! В эфире «Главное бизнес» в студии Артем Тарасов. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях экономики Дона и, конечно, о людях, которые ее делают и так сегодня в программе. Инвестклимат на Дону оценят по национальному рейтингу. Ростовская область в числе пилотных территорий, где пройдет масштабное исследование. Один из главных проектов транспортного комплекса страны. Такую оценку дал федеральный Минтранс аэропорту Южный. Количество семейных ферм на Дону увеличивается. Вместе с тем набирает обороты и проблема сбыта сельхозпродукции. Инвестклимат на Дону оценят по национальному рейтингу. Ростовская область вошла в число 30 пилотных регионов, где пройдет исследование. Об этом стало известно в ходе Всероссийской конференции, организованной Агентством стратегических инициатив. Форум проходил в Москве и собрал представителей власти и бизнес-сообщества всей страны. Участие в дискуссии принимал и донской губернатор Василий Голубев. По его мнению, рейтинг позволит более объективно оценивать инвестиционную привлекательность регионов. Он даст возможность учесть мнение предпринимательского сообщества, изменить систему взаимодействия органов власти разных уровней с предпринимательством, но и самое главное, даст возможность обмениваться практиками, которые есть и в других регионах Российской Федерации. Что сегодня нужно, потому что каждый регион имеет свои решения, которые позволяют двигаться вперед в развитии бизнеса, создании новых центров развития регионов. Выступая на пленарном заседании, губернатор рассказал, что в Ростовской области уже три года проводятся подобные исследования муниципальных образований. Мы в Ростовской области занимаемся оценкой ситуации в каждом муниципальном образовании. Они очень разные, и нужно действительно учитывать, в каких условиях они находятся, какие стартовые позиции сегодня занимают. Но, тем не менее, сегодня взаимоотношения бизнеса, муниципальных властей, они должны быть очень синхронно увязаны. И у них единая задача – создать, с одной стороны, условия для развития региона, территории, а с другой стороны, поддержать малый, средний или крупный бизнес в реализации тех или иных инвестпроектов. Что касается национального рейтинга, то он не будет определять качество предпринимательского климата в регионах, а оценит результативность усилий власти по созданию благоприятных условий для инвесторов. Первые рейтинги по территориям должны обнародовать уже в марте, а национальный составят в конце 2014 года. И в продолжение темы инвестиций. Более 110 миллиардов рублей вложили крупные донские компании в развитие экономики региона в 2013. Как сообщает территориальный орган госстатистики, рост по сравнению с прошлым годом составил почти 19%. Основные направления инвестирования – обрабатывающие производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь. По данным Ростовстата, для создания необходимых условий развития области были построены 145 километров линий электропередач, городские и сельские АТС на 5,5 тысяч номеров, автомобильные дороги протяженностью почти 19 километров, торговые предприятия площадью более 70 тысяч квадратных метров. Другие новости экономики Донского региона – коротко в информационном дайджесте. Строительство аэропорта «Южный» названо одним из приоритетных проектов развития транспортного комплекса России. Такую оценку дал ему замглавы федерального Минтранса Алексей Циденов, вступая на заседание коллегии Министерства. Как сообщает пресс-служба правительства области, в числе других масштабных проектов он назвал проектирование строительства участка М4 Дон, который пройдет от Новочеркасской развязки до станицы Ольгинской в обход города Оксай. Как отметил министр транспорта Максим Соколов, развитие транспортного комплекса напрямую влияет на социально-экономическое развитие регионов, промышленности и всегда является одним из важнейших факторов роста уровня и качества жизни людей. В ближайшие два года в области начнется массовое строительство коттеджных поселков. Донские власти составили список территорий, на которых планируют развивать малоэтажное жилищное строительство. В реестр вошли 32 земельных участка общей площадью почти 600 гектаров. По данным регионального Минстроя, на сегодняшний день в пригороде Донской столицы уже возводят порядка 20 коттеджных поселков. В числе крупных проектов, которые строятся на территории области, ведомство отметило поселок Молодежный в Узданицком районе более 200 коттеджей, военный городок в Игорлыкском районе более 250 домов, восточный в Родионово-Несветайском районе более 300 коттеджей и коттеджный поселок на северо-востоке Шолоховского района. Там планируется построить порядка 800 малоэтажек. 13,5 тысячи потешных кредитов получили жители области за 10 месяцев этого года. Как сообщает Ростовстад, объем выданных средств превысил 20 миллиардов рублей. Почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2012-го. С прошлого года в области реализуется новое направление по предоставлению господдержки в приобретении жилья – народная ипотека. По ее условиям необходимо открыть банковский накопительный вклад сроком от 4 до 6 лет с ежемесячным пополнением от 3 до 10 тысяч рублей. На этот же счет будет начисляться ежемесячная бюджетная субсидия в размере 30% от суммы внесенных средств по договору вклада. По окончании срока накопления участник проекта сможет оформить ипотечный кредит сроком на 6-9 лет с процентной ставкой 6-7% годовых. Продукция сельского двора отправится на прилавки Ростовской области. Сегодня в регионе активно действуют госпрограммы поддержки малых форм сельхозпроизводства. Одна из важных проблем ее реализации – организация сбыта. Валентина Колесникова продолжит тему. Семейные фермы, начинающий фермер, крестьянско-фермерские хозяйства. Малые формы сельхозпроизводства сегодня активно стимулируют различными формами бюджетной поддержки. Только в этом году будет выдано больше 80 грантов на развитие таких небольших ферм. За последние два года из областного из федерального бюджета очень идут большие суммы поддержки на развитие молочного скотоводства. В том числе и на увеличение производства молока, и на увеличение количества голов, коров. Можно сказать, что на производство молока на один килограмм в Ростовской области и переработано на предприятиях. Из бюджета, из федерального областного получено в этом году 233 миллиона. И еще 25 миллионов будет выделено до середины декабря. С увеличением поголовья растут объемы производства, в связи с чем возникает проблема сбыта продукции. Как оптимизировать реализацию мяса, молока, плодов, овощей, выращенных малыми предприятиями. Эту проблему обсуждали на специальном семинаре совещаний в Целинском районе. И основным критерием, конечно же, для торговых сетей является востребованность этой продукции у покупателя, выбор потребителя. В конечном итоге каждый потребитель своим рублем голосует за ту продукцию, которую мы выбираем. И здесь, я думаю, что, конечно же, огромную роль в такой позитивной тенденции должен сыграть бренд, сделанный на данном, который губернатор вручил уже первым семи предприятиям. Это локомотивы нашей экономики, в том числе перерабатывающие промышленности наши, которые за собой потянут очень большой пул предприятий и производителей Ростовской области. Активная реализация проекта обозначила вопросы, которые требуют доработки. Для развития предприятия, например, требуются непредвиденные вложения. Отсюда закредитованность, которая требует поправок, условий участия в проектах. Дать возможность снизить требования для фермерских хозяйств. А требования там серьезные. То есть нужно создать рабочие места, определенные там условия для животных создать. Поэтому вот может здесь требования первых два-три года, конечно, требования уменьшить, чтобы хозяйство на ноги стало, а потом уже, конечно, предъявлять более жесткие требования. Еще один путь стабильного сбыта – создание кооперативов. Сегодня и эта форма предприятий поддерживается финансово из областного и федерального бюджетов. Валентина Колесникова, Татьяна Бочарова, Андрей Токарев. Главное бизнес. На сегодня это все. Главное оставайтесь с нами.